На фоне последних коррупционных скандалов в Абии и Бердске, Наукоград Кольцов выглядит на региональной карте точкой стабильного развития. И немалая заслуга в этом принадлежит мэру Наукограда Николаю Красникову. Вместе с нашей программой он подвел кольцовские итоги года у нас в гостях. Это интервью смотрите прямо сейчас. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Спасибо, что согласились к нам прийти. Мы подводим итоги года. И в принципе, вот кого не спроси, будь то чиновник, либо кто-то еще, все говорят о том, что год этот был достаточно непростым и сложным, прежде всего в экономическом плане. А вот для Наукограда Кольцова, каким выдался этот год, какие основные вехи? Ну, знаете, простых лет вообще не бывает, наверное, и это правильно. Но грех жаловаться на 2014 год. Он был и год олимпийский, и год культуры, и губернаторский год, и крымский год. Ну, а для Кольцова это был еще особенный год, год двойного юбилея. 40 лет Вектору, 35 нам. Мы в сентябре так основательно осмотрелись, взвесили, встретили общий бриллиантовый, как мы говорим, юбилей 75 лет, как курица, яйцо Вектора и Кольцова всегда вместе. И главное, что в этом хорошем настроении мы встречали его. Оно складывалось с того, что мы последние годы и 2014 год достаточно активно развивались, продолжали крепнуть нашей фирмы, бывшей дочке Вектора. Сам Вектор, в общем-то, тоже как пророкец всего нашего бизнес-развивающего хозяйства, тоже поправлял свое здоровье, восстанавливал и начал отпочковывать новое производство. Ну и, конечно, программа развития биотехнопарка тоже продолжала активно развиваться. Мы почти закончили и будем вводить в следующем году в центре коллективного доступа, такую инновационную гусеницу, и с новыми резидентами выходили уже на проектные работы. Когда речь заходит о Кольцово, все отмечают, что это один из самых динамично развивающихся населенных пунктов. Туда, где приезжают люди, где хорошая демографическая ситуация, там совершенно особая ситуация с жильем. Вот в чем особенность у вас градостроительной политики, как вы решаете проблему обеспечения жильем людей-кольцовцев? Ну, вот мы всегда выступали за гармоничное развитие городка. Его миссия была тоже быть городом-спутником рядом с научным центром. И поэтому вот те компании около 50, которые мы в этом году тоже объединили, в некоммерческое партнерство, Биафарм, во главе с Вектором, Вектором-компаниями. Они как раз заставляют нас наводить такую гармонию по созданию среды, в которую, безусловно, входит и благоустроенное современное жилье. Поэтому мы стали преврастать, став Наукоградом Кольцово, вот почти 12 лет назад. И, конечно же, появился третий, четвертый, четвертый А микрорайон. В минувшем году мы еще запускаем, и уже твердили уже планы планировок девятого и десятого малодажного микрорайона. Между ними появится еще замечательный парк, в дополнение к тому первому парку с горнолыжной трассой, с санными трассами, с озерами, которые у нас уже есть. В нем должен появиться еще иконный манеж, как раз вот в догонку к тому реабилитационному центру, который захватывает и нашу больницу, и наш парк. Но самое главное, что наши строители, генеральный подрядчик, вот проспект, с которым нам тоже, думаю, повезло, они много лет работают так, строят с любовью, строят сразу благоустроенно, создают еще управляющие компании, которые тоже с любовью эксплуатируют этот фонд. Поэтому мы тут рады такому сотрудничеству. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Всегда рады вас видеть в Кольцово.